Открывается дверь, выходит водитель и есть такое преступление, чтобы закатить инвалидную коляску. Современный общественный транспорт доступен каждому пассажиру. Для благовещенцев, которые передвигаются на колясках с тростью или костылями, предусмотрены пандус и специальные поручни. Отличаются от прежних новые автобусы, которые выходят на городские маршруты, не только этим. Пассажиры частенько отмечают, что автобусы на порядок лучше стали. Новые, усовершенствованные кнопочки есть для связи с водителем. Сами автобусы более комфортные стали, просторнее. Много приборов безопасности, позволяющих улучшить качество работы с пассажирами. Приборы безопасности не дают, допустим, открыть двери, пока полной остановки автобуса не произойдет. Двери не откроются. То же самое, пока двери полностью не закроются, уехать с остановки невозможно. Постоянные пользователи общественного транспорта отмечают не только внутренние изменения, но и внешний облик автобусов. Признаются, разработанный дизайн не дает грустить даже в хмурую погоду. Во-первых, оригинальный дизайн, то есть снаружи, да, краска зелененькая, то есть положительно влияет на самочувствие, как говорится. Ну и смотрится неплохо в отношении, ну вот особенно зимой, да, когда все у нас белое, серое и так далее. Ну, внутри комфортно, то есть сиденье, получается больше наносиденье, чем в таких автобусах, как бы просторнее. Ну, вид, соответственно, новый, красивый. Обновлять парк автоколонны 1275 начали в 2020-м. За три года закупили 34 новых автобуса. Это лиазы, пазы, несколько мазов. До конца года ряды пополнят еще восьмью машинами, выпущенными на Ликинском автобусном заводе. Два из них уже доставили в Амурскую столицу. Остальные в ближайшее время прибудут из Московской области, преодолев по дорогам страны больше 7 тысяч километров. Автопарк уже был устаревший. Автобусы были 2001-го года, 2012-го. Сейчас все автобусы заменены новой 20-го, 21-го, 22-го года выпуска. Все с доступной средой автобусы. Мы их забрендировали, все в единый бренд городской. Этот бренд был разработан Центром развития территории. Сегодня на городские маршруты ежедневно выходят 24 автобуса. По словам директора автоколонны, возможно, в будущем увеличится число транспортных линий. Соответственно, возрастет и количество машин, которые будут перевозить благовещенцев. Галина Мартынова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова